Девушки отдыхают Мешбокс, фотофиниш, ойлфри, то есть это силиконовая основа, она у меня уже почти заканчивается, кстати, очень-очень долго продержалась, классная штука, держит макияж хорошо, выравнивает лицо, вот поэтому это у меня был фаворит, не первый раз уже. А дальше, в качестве основы я использовала BB крем от Misha Perfect Cover, потому что март выдался очень холодным, было минус 10, минус 15, поэтому я предпочла использовать нечто более такое густое и с плотным покрытием, жирное такое, да, вот поэтому был фаворит Misha BB крем. Румяшки, а нет, давайте консилер, консилер под глаза в основном я использую, поэтому это был роликовый вот такой вот консилер 2 в 1 от Garnier, использую я его уже не первый раз, то есть как бы это не первый мой тюб. Очень довольна, очень мне нравится, хорошо убирает тёмные круги под глазами, маскирует их и не забивается в складки, что немаловажно. Румяхи. Румяхами в марте моими любимыми были это румяхи от Benefit, Белобамба, вот такой вот с 3D эффектом румяшки. Они очень красивые, они, вы в моем блоге можете увидеть их поближе, очень мне нравятся, единственное, что меня смущает, они немного рыхловатые. То ли мне такие попались, не знаю, то ли они на самом деле такие, но в общем, в принципе, классные, очень красиво смотрятся на лице. Бронзер, в этом месяце моим любимейшим бронзером был бронзер от Revlon Color Stay Mineral Finish Powder. И выглядит это всё вот так вот, он очень блестит, он шикарно смотрится на лице, создаёт потрясающий эффект мерцания, потрясающий эффект загара. Ну, классная штука, присмотритесь, если у вас есть доступ к маркеру Revlon, присмотритесь к этому бронзеру. Пудра, в этом месяце это была пудра от Ultra Flash. Название оттенка я не буду коверкать, в общем, это всем, кто смотрит YouTube англоязычный, знает, что это популярная такая пудра с этим Ninja значком, да. Это пудра, который, кстати, облазится временем. Вот, вот, с деркала, значит, на всё это большое здесь. Сама пудра. Такой вот предохранителем, да. А что хочу сказать, пудры мельчайшего помола, суперская вещь, вообще здесь спонж такой, грязный, правда. Мельчайший помол, офигенно смотрится на лице, не забиваются никакие складки, нет эффекта маски. У меня в двух оттенках, вот это светлее, а тёмный я оставила на лето. Это, кстати, увлажняющая пудра, кому интересно. Так, далее. С лицом, основой, всем этим покончено. Переходим к глазам. Глаза. База, любимая по тени, это Paint Pot Pantley от MAC. Это, безусловно, фаворит, и не только в это месяц, а на протяжении, наверное, всего периода, который я обладаю, это штукенция. В общем, вещь классная, наверное, не применяю ни за что и ни на что. Для бровей это такой кит от NYX. Для брюнеток. В оттенке 0,5 брюнет, собственно говоря. Так вот он выглядит. Здесь, значит, воск. Два оттенка. Один такой более враженый, другой такой тёмно-коричневый. Две кисточки идут. Такая вот щёточка. Ну, как туши. И скошенная кисть вот такая. А очень удобные кисти, должна сказать. Вначале вот эта скошенная, она мне показалась очень жёсткой. Но в итоге в процессе пользования она смягчилась немножко. В общем, супер пользуюсь каждый день, оформляю брови. Мне очень нравится. И тоже пока что лучше у меня ничего не было. Что касается теней. Это были две палетки. Естественно, это палетка Naked. А куда же без неё? И, кстати, многие спрашивали за тени моих предыдущих видео. Это была палетка Naked, собственно говоря. Очень мне нравится, суперские тени. Но я считаю, что эта палетка только для дневного макияжа. Может быть так вечернюю, в плане там с 4 до 6 вечера такого. Но лично для себя я предпочитаю, если это вечерний макияж, скажем, там куда-то выход в клуб или выход в бар с друзьями. То есть, ну что-то такое куда-то, где много людей, мало света. То эта палетка для меня недостаточная. То есть, я хочу более насыщенные глаза для себя, да. А для этого цели я использую палетку от Sleek. Это Storm 578 номер. Да, вот она, собственно говоря, моя любимка. Каждый день пользуюсь либо этой палеткой, либо этой. И не променяю тоже ни на что. Что мы, чем мы закрепляем брови? Брови я закрепляю либо вот этим гелем, который идёт в наборе. Либо я использую вот такой вот гель от... В общем, это белорусский гель. Не обращайте внимания, он вообще прозрачный. Просто он помытнее. Со временем пользуем. Да, крышечка у него уже поломалась. То есть, она такая ненадёжная. Но гель, в принципе, неплохой. Но должна сказать, что... Гош, всё-таки гель мой предыдущий, мне нравился гораздо больше. Поэтому, ну, за эту цену вещь, присмотритесь, неплохая. И тушь тоже белорусская. XXL суперобъём эффект накладных ресниц. Люкс визаж. Белорусская косметика. С силиконовой кистью. Кому интересно, посмотрите обзор в блоге. Ссылочку оставлю, конечно же, внизу. Классная тушь. Очень жаль, что у меня нет доступа купить ещё одну. Губы. Переходим к губам. Фаворитами были блески в основном. Это ультраблеск энергия минералов. Белорусская косметика. Белор дизайн. В оттенке 204. Это такой красивый бежевый оттеночек. Он очень красиво смотрится на губах. О, офигенный аромат. Красиво очень смотрится на губах. Особенно, если вы делаете какой-то бронзовый лук. Супер! Далее. Клоринс Эклад Минет. Но оттенок 01 и оттенок 02. Ими пользуюсь поочерёдно. Вот. Притащила только 01, потому что второй мне было ленискать. Вот. А также от белорусской косметики. Блеск для губ с зеркальным эффектом. Фэшн глосс. Оттенок 12, по-моему. Овации в Канах, в общем, он называется. Вот такой вот розовый. Тоже многие спрашивают, что у меня на губах. Час-то я очень использую этот блеск. Такая у него кисточка интересная. Приятный. Аромат ненавязчивый. Немного липковатый. Это меня смущает. Но в целом, в общем и целом, очень красиво смотрится на губах. Безусловный фаворит и даже комбинация в фаворитах. Это блеск от Шанель в номере 104. Это вот такой вот он вкусненько. Весь сверкающий, одни сплошные блёстки. Офигенно смотрится на губах, особенно при свете солнца. И это матовая помада от MAC Pink Plate. Да, я понимаю смысл покупать матовую помаду и миксовать её с блеском. Но как матовая, вот это такой вот оттенок. Он какой-то розовый с фиолетовым хинтом. Как матовая, она у меня очень сушит губы. Но в комбинации с блеском получается офигенный эффект. Много комплиментов. Я тоже получила много вопросов, что у меня на губах. Вот часто это вот эта комбинация. Теперь переходим к ароматам. Это один только аромат от Coco Chanel. Это Mademoiselle. Люблю только его. Пользуюсь только им. Пока для себя не нашла никакой другой альтернативы, чтобы я настолько была влюблена в аромат. Кисти. Давайте, да, кисти возьмём. Кисти. Это набор от Eco Tools. Вот этот вот пятёрочка кистей. Всем известная. Пользуюсь каждый день. Как для детального макияжа. Потому что здесь маленькие кисточки. Так для и обширного, скажем так. Для нанесения BB-крем я наношу вообще руками. Но если я наношу тональную основу какую-то, то это, конечно же, каблуки от Sigma F82. Вот такая всем известная супер вещь. Это лучшая кисть, которая когда-либо пользуется для нанесения макияжа. Далее. Для пудры, для минеральной основы от Everyday Minerals я использую такую вот каблуки от Eco Tools. Для нанесения тональной основы она слишком слабо набитая. То есть она слишком такая вот, ну, неплотная она, да. Поэтому для пудры она подходит лучше всего. Мне она для этих целей больше нравится. Так, в брашгарде все, естественно. Как же без него? Почти все. Для румян. Это была кисть от Makeup Monkey. Тяжело сказать, честно говоря. Это, по-моему, это норвежская вообще. Кисти очень дешевые. Но, как вы видите, они очень похожи на Eco Tools, да. Бамбуковая ручка, железный держатель матовый. Аналогичные вообще абсолютно, да. Ну, еще на мой взгляд. Очень мне нравятся. Не лезут. Хорошо набитая. Форму прекрасно держит. Эта кисть у меня не в брашгарде, но она прекрасно держит форму. Ей очень удобно наносить румяна. И, в принципе, даже делать контурирование. Потому что если ее... Она поддается... Если вы ее можете сплюснуть, и она будет немножечко уже. Вы можете сделать контурирование, либо нанести румяное. Немножко уже полоска, да. В общем, вот эта кисть супер. Пользуюсь ей не только в марте. Это мой абсолютный фаворит. Далее. Для контурирования. Это вот такая веерная кисть от Eco Tools. Заказываю сайты и Herb. Тоже можете посмотреть. На этом такая вот волосина здесь торчит. Не могу ее выдрать. Выдрать и обрезать, руки не доходят. А в основном пыталась ей делать бронзирование вместе с этим бронзером. Бронзер плохо набирается на эту кисть. Но для хайлайтера и для румян она подходит очень хорошо. То есть ей очень-очень легко контурировать лицо. Но если использовать просто матовый бронзер для, опять же, повторюсь, контурирования, это идеально. Потому что она хорошо очень будет вырисовывать скулы. Она очень узенькая, видите, вот здесь, да. Поэтому, в принципе, для контурирования я бы это советовала. Оно для бронзера как такового на лицо, например, да. Мой бронзер, она не набирает вот этот отрывон. Но, в принципе, вещь супер. Особенно для хайлайтера. Что я использовала, собственно говоря, с этим бронзером, это была вот такая вот кисть от Everyday Minerals. Просто шикарная кисть. Она такая мягкая. А в то же время она упругая. Ей очень легко наносить бронзер под скулы. Потому что она, в основном, бронзер наносится вот сюда, вот на поверхность, да. И он идеально подходит вот в эту зону. Шикарно. И потом можно его вверх растушевать. Вещь офигенная. То есть, ее, в принципе, можно использовать не только для бронзера, а для чего угодно, по большому-то счету. Присмотритесь, и стоит она недорого. С нее ничего не лезет. Она не линяет. Она не издает каких-то там неприятных ароматов. Легко моется, быстро высыхает. В общем, вещь супер. Дальше, опять же, бронзер на шею, зону декольте и общую растушевку всего бронзера. Это вот такая вот кабуки от Ecotools. Всем известная, все ее вы знаете. Очень ее тоже люблю. Не линяет, не лезет. Мягкая просто. Кисти от Ecotools. Это лучшие кисти, которые я пробовала. Мы опустим кисти от MAC, ладно? Дальше. Глазки. Глазки, бровки. Это вот кисть от Ecotools. Использую тоже ее каждый день. Особенно вот эту часть для расчесывания ресничек. Очень мне тоже нравится. Элементарнейшая вещь. Дешевейшая вещь. Но, блин. Кстати, скажу вам небольшой секретик. Почему я использую эту каждый день, да? Не только там для бровей и ресниц. А еще, я когда крашу ресницы, я обычно прокрашиваю еще и подвижное веко. Но не вверху, а вот именно по росту ресниц. Чтобы это убрать, то есть не ватной, не ватной вот этой палочкой, да? Чтобы не стирать макияж. Я жду, пока тушь засохнет. А потом просто вот этого щетинка убираем. Супер, макияж на месте. Вся тушь исчезла. Вот. Для... Если я рисую стрелочки карандашом, да? Делаю такой смокий эффект. А я предпочитаю кисть от Ecotools. С Match Duo. То есть здесь вот такая вот точилка идет. Кстати, не могу еще сказать ничего по поводу точилки. Еще не пробовала. И вот эта кисть, собственно говоря. Кисть карандаша, можно назвать, да? Очень плотная, упругая. Тоненький. Не тоненький, а вот именно вот этот Point. Очень такой плотный. Ей хорошо очень. Даже на ней... Не знаю, вот видно. На ней еще остался продукт. Ей очень легко растушевать. И можно как в тонкую линию растушевать. Так и полностью в смоке, да? От ресниц отдалиться выше. И хорошая вещь. Опять же, за копейки те, которые вы ее купите на iHerb. Она вам будет служить очень-очень долго. Ну и две растушевочные кисти, которая, естественно, бесспорный фаворит. Но сейчас я начинаю мне разочаровываться. Это МАК-217. Почему я начинаю разочаровываться? Она стала колючей. Я не знаю, вы сталкивались с такой проблемой или нет. Я за нее хожу точно так же, как и раньше. Но она стала колючей. Я реально, когда вот наношу в складку, да? Вот она колет. Реально колет. Раньше с ней этого не было. Если у вас такое же было, расскажите, пожалуйста, как вы этого избежали. Или вообще советуйте что-нибудь. И завершающий этап макияжа глаз. Это вот такая растушевочная кисть E40 от Sigma. Такая вот огромная она. Я ей, кстати, не только растушевываю, но завершаю еще. Могу наносить хайлайтер на скулы. Либо бронзер для коррекции носа. Что-то у меня свет, короче, вообще, смотрю, пропал. Ну да ладно, простите. И когда я уже полностью завершила макияж глаз, да? То есть без туши, без ничего. Я просто хорошенечко все цвета, опять же, перемешиваю между собой, чтобы окончательно убрать все границы между переходами. Очень мне нравится. Вначале я не могла с ней подружиться. Но потом в итоге мы нашли с ней общий язык. И сейчас даже не расстаемся. Вот, вот такие вот... А, нет, забыла. Забыла. Еще фаворит для ногтиков наших. Я очень давно хотела попробовать гелевые лаки для ногтей, да? Лампа, увы, у меня есть, поэтому ее я не покупала. Первый оттеночек, который я приобрела, вот такой вот, это нежно-нежно розовый. Это, кстати, гели, лаковые гели или гелевые лаки от Fingers. Я не знаю, честно говоря, это либо чья это фирма. Наверное, я буду сейчас долго и нудно искать, чья это фирма, поэтому это, наверное, по большому-то счету не имеет значения, в общем. Не знаю, в общем, не важно. И вот такой вот кит для начинающих здесь, значит, идет база под лак, верхний слой, то есть топ-коут, бейс-коут и палочки разные. Что здесь еще идет? Gel cleanser здесь идет, то есть очиститель геля самого, да? Праймер для геля, пилочка двойная, палочка апельсиновая и ватные салфетки. Вот, в общем, такой очень мне нравится. Вот у меня на ногтях нигде не слазит, нигде ничего не трескается, не лопается. Единственное, что вот как, когда вы ногти наращиваете, да, и долго их носите, отрастает. Но это за счет, наверное, того, что еще цвет очень такой нежный, розовый, да, он не сильно бросается в глаза, ношу. Я его уже на протяжении полутора недель нигде не потерся, особо даже не отросли, вид у них приличный. Ну, конечно, обещают до двух недель, но двоих недель я, наверное, с ним не выдержу, уже хочется чего-то другого. Вот, в общем, в принципе, вот такие вот были у меня фавориты уходящего марта, почти ушедшего, да. Если вам было интересно, пальчики вверх, подписывайтесь, комментируйте и оставайтесь любимыми и красивыми. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok